На сегодняшний день в селе Сары-Камыш из Икульской области запущен инкубаторий мощностью 2,5 миллиона яиц в год. После инкубации идет процесс выращивания. На предприятии используется современное европейское оборудование, построен новый кормзавод, а также убойный цех мощностью 3000 голов птицы в час. После инкубации они отправляются в ферму, расположенную в селе Торуайгэр. Там мы их кормим на протяжении 49 дней. За это время они набирают вес до 3,5 килограммов. На данный момент мы в силах разводить 2,5 миллиона цыплят. Ожидается, что на начальном этапе общая мощность предприятия составит 8500 тонн живого веса в год. С реализации второй фазы показатель планируется довести до 20 тысяч тонн в год. Открытие масштабной современной фабрики посетил и президент Садыр Джапаров. Этим предприятие не собирается ограничивать свою деятельность в планах строительства крупнейшего в Кыргызстане комбикормового завода. По словам гендиректора, его мощность будет достигать до 10 тысяч тонн корма в час. Здесь будет выпускаться гранулированный корм, предназначенный специально для кур-бройлеров. Сегодня завод считается одним из современных в Кыргызстане. После того, как куры достигнут нужного размера и веса, следующим этапом будет запущен убойный цех по европейскому стандарту. Для запуска крупнейшей в стране птицефабрики российско-кыргызским фондом развития были выделены льготные средства в размере 3,5 миллионов долларов США. Именно на создание такого уникального продукта, как наша курызская бройлерная курица. Проект предусматривает полный цикл выращивания с яйца до именно курицы и поставка ее на убой. То есть это полный завершенный кластер. За год компания смогла построить. Открывая ферму, президент отметил особую необходимость поддержки развития отечественных производителей. Он выразил уверенность, что запуск этого предприятия будет стимулировать производство на внутреннем рынке страны. Ферма позволит обеспечить экологически чистую продукцию внутреннего потребления. Глава государства поручил полномочному представителю кабинета министров в регионе оказать всестороннюю поддержку в решении проблем, возникающих в птицефермах, а также оказать содействие в открытии других производственных предприятий на территории Сукульской области. В этот же день глава государства осмотрел рыбное хозяйство Алабалык в селе Чому-Рукту из Сукульского района, в котором выращивают радужную и янтарную форель. Производственная мощность рыбного хозяйства составляет 30 тонн форели в год. Садыр Джапаров поручил соответствующим государственным органам рассмотреть вопрос рефинансирования для хозяйства с целью расширения его деятельности. Кроме этого, сегодня президент принял участие в запуске мясокомбината Рейна Кенч в городе Каракол. Строительство мясокомбината было начато в августе прошлого года. Его мощность составляет 500 голов мелкорогатого скота и 100 голов крупнорогатого скота на убой в сутки. В целом на запуск предприятия было потрачено 132 миллиона сомов, из которых 36 миллионов сомов льготных ресурсов было выделено со стороны Айлбанка. Сегодня очень важное событие для Кыргызстана. В открытии Рейна Кенч Айлбанк сделал очень большой вклад, так как это возможность улучшить такое направление в производстве продуктов питания, а именно увеличение мясного сырья для населения. Также открывается возможность экспорта мясной продукции за рубеж. Мы предоставили компании оборудование в лизинг. Эта программа работает у нас уже больше 10 лет. Приобретать по ней в лизинг технику выгодно и предпринимателям, и нам. И наша цель сейчас – это расширить данную программу. Отметим, что мясокабинат будет напрямую закупать скот у фермеров из четырех районов Иссыкульской области, что позволит обеспечить стабильный сбыт скота для животноводов региона, а также местное население будет обеспечено работой. Также есть 8 камер, которые мы можем хранить. 8 камер – это у нас холодильники, которые мы можем хранить около 150 тонн мяса. От плюс 5 градусов до минус 40 – это есть еще шоковая заморозка, также ферментационная камера. На сегодняшний день мы можем экспортировать мясо. Так как у нас есть на сегодняшний день сертификат «Халал», есть сертификат по ХАСПу, также сейчас разрабатывается сертификат на Айсо. Садыр Джапаров осмотрел производственные цеха, мясокабинаты и рабочие помещения. Он отметил вклад предприятия в обеспечение продовольственной безопасности региона, а в перспективе и всей страны. И поочеркнул, что снабжение населения качественной сельскохозяйственной продукцией путем стимулирования перерабатывающей промышленности является одним из приоритетов в деятельности государства. Очень большая задача ставится перед фермерами – не продавать, не экспортировать в виде живого скота или сырья, а перерабатывать и продавать продукцию животного острова в переработанном виде. С этой целью в Караколе сегодня открылся современный мясокомбинат. В целом, я хочу отметить, что в целях обеспечения продовольственной безопасности министерство поддерживает фермеров в увеличении площадей основных стратегических продуктов. Президент Садыр Джапаров заверил, что руководством страны и далее будет уделяться пристальное внимание поддержке местных инвесторов. Вместе с этим он посетил ярмарку животноводов и сельскохозяйственной продукции. В ходе визита глава государства лично осмотрел все объекты, представленные на ярмарке, а также побеседовал с местными жителями. Здесь же глава государства побеседовал с местными предпринимателями и вручил фермерам сертификаты на получение сельскохозяйственной техники. В лизинг со стороны ОАО «Айлбанк». Миримас Налива, Бакат Каязов, ЛТР. Итоги недели.